В 17 веке в России было основано первое высшее учебное заведение. С того момента и началась история развития российского образования. Тогда оно было доступно далеко не всем, но в наши дни все совсем наоборот. Например, вы совершенно бесплатно можете целую неделю изучать онлайн-курсы или интенсивы на образовательной платформе Skillbox, которая дарит такую возможность каждому желающему. Игры, программирование, дизайн, маркетинг, управление и мультимедиа. Любое из этих направлений будет доступно вам абсолютно бесплатно. Все 7 дней. Что для этого нужно? Выбирайте интересующий вас курс, заполняйте заявку и ожидайте письма-приглашения в мир знаний от Skillbox. Вы получите доступ к любому выбранному курсу на одну неделю. Ни сейчас, ни потом ничего оплачивать не придется. Это полностью бесплатный доступ. Бесплатные модули являются частью полноценной программы. Они позволяют понять, насколько подходит выбранное направление, как проходит процесс обучения, насколько хорошо объясняют преподаватели. Лично мы очень рекомендуем вам попробовать свои силы в геймдеве, где вы узнаете, на что может рассчитывать новичок на старте и поймете, чем хотите заниматься именно вы. Плюс вы познакомитесь с полным циклом производства игр, от хай-концепта до издания. Заинтригованы? Тогда скорее переходите по ссылке в описании и найдите свою профессию мечты в Skillbox. Афганистан для многих является страной-загадкой. С одной стороны, о нем, в особенности в свете последних событий, знают все. Но с другой, даже президенты США не всегда могут отметить страну на карте. А с историей Афганистана знакомы единицы, и для большинства он остается очередной страной, разрываемой на части бесконечными гражданскими войнами. Но не переживайте, у вас есть мы, и в ближайшие несколько минут мы расскажем вам краткую историю Афганистана, после которой вы будете понимать, что и почему там происходило и происходит сейчас. Но для начала мы отправимся в совсем уж глубокую древность. Взглянув на карту, нетрудно догадаться, что Афганистан очень выгодно расположен. Являясь своеобразным мостом между Европой и Азией, территория современного Афганистана с древности привлекала внимание человека. Имеются археологические раскопки возрастом в 50 тысяч лет, указывающие на жизнь людей. Другие раскопки возрастом в 5 тысяч лет продемонстрировали наличие сельского хозяйства в регионе, что делает его одним из древнейших на планете. Чуть позже, где-то в 3000 году до н.э. территория Афганистана входила в индскую цивилизацию. Третью после египтян и шумер по времени возникновения. О ней известно мало, но расселились ребята на огромной площади от Пакистана и практически до территории современной Турции. И непосредственно живущие на землях современного Афганистана работяги активно торговали с шумерами и государствами Месопотамии. Из-за засух и неурожая индская цивилизация пришла в упадок, и земли подверглись экспансии арийцев. Речь о племенах индоевропейцев, преимущественно из Центральной Азии. Где-то здесь около 4000 лет назад от арийских племен откололись иранцы. Ну а наш Афганистан около 1800 года до н.э. впервые получил отдельное название. Регион называли Ариана, и ученые считают, что именно здесь зародилась религия под названием зороастризм. Зороастризм. Историки склоняются ко мнению, что его основатель Заратустра жил в Балхе, городе, расположенном в современном Афганистане. Там же было начато написание собрания священных текстов зороастрийцев – Овесты. Где-то к 1000 году до н.э. произошло очередное разделение индоевропейских племен и персов. Ну а к 700 году до н.э. почти весь древний Афганистан был заселен медийцами, жителями западного Ирана. Что было потом легко догадаться. Как и большая часть региона, территория современного Афганистана попала под контроль державы Ахименидов, простонародья известных как персы, которые, к слову, тоже проповедовали зороастризм. Основной политической силой Афганистана того времени был регион Бактрия, где располагалась столица вице-региона персов вплоть до их падения от руки Александра Македонского. Бактрия продолжала сопротивляться даже после падения Ахименидов. Но в итоге перешла под контроль греков и формально стала управляться династией Селивкидов, диадохами Македонского. Эллинизм не обошел стороной даже территорию современного Афганистана. Но Селивкиды долго не протянули и в 250 году до н.э. распались. Последующим Афганистан был частью десятка других империй. Греко-бактрийцы, кушанцы, эфтолиты, сессониды, самониды, кто только не управлял территорией. Национальный состав, который окончательно смешался, и встретить можно было что греков, что буддистов, что консерваторов-зароастрийцев. Поворотным этапом стало вторжение в Афганистан арабов. В VII-VIII веках запад страны постепенно принял ислам, и с тех пор медленно, но верно он становился доминирующей религией. Хотя стоит отметить, что некоторые регионы не конвертировались в ислам вплоть до XIX века, и восток страны традиционно считался местом консерватизма. Ну а Афганистан целиком был местом бесконечных разборок арабских держав, которых было столько, что видео с простым перечислением займет часа полтора. Вплоть до появления первого независимого государства Афганистан раздирали войны. Гуриды против тимуридов, газневиды против иранцев, покоя постоянно меняющемуся национальному и религиозному составу населения не было. Ведь не обошли Афганистан стороной и монголы, вплоть до XVII века так или иначе сохранявшие контроль над территорией. Пока на сцену не вышли пуштуны, ветвь иранского народа, проживавшего на юге Афганистана и севере Пакистана. В 1667 году они подняли восстание, и фактически территория страны отпала от монголов. В 1709 году пуштуны свергли Иран и образовали первое государство со столицей в Кандагаре. Оно называлось Гильзийским и прожило меньше 30 лет, в итоге снова перейдя к Ирану. Но дела персов тоже шли не очень, и в 1747 году Ахмад-Шах Дур-Рани основал Дур-Ранискую империю, которую можно считать прото-Афганистаном. Во главе снова стояли пуштуны, и это государство прожило довольно долго, в процессе сменив столицу с Кандагара на Кабул. Побывавший там француз Жан Ло описывал афганское государство образцом порядка, который и не снился индийцам. Ну а в XIX веке в истории Афганистана случились две примечательные вещи. Во-первых, началась грызня за власть. А во-вторых, с ним впервые познакомилась Британия. Англичане осознали важность Афганистана во времена наполеоновских войн. Бонапарт не скрывал планов по завоеванию Британской Индии и союзничал с Ираном. Британии требовался игрок в регионе. И в 1808 году в Кабул прибыла делегация, которая, в общем-то, завершилась успехом и заключением договоров о дружбе. Но какой в этом смысл, если на дворе гремел колониальный период, и британцы просто искали повод захапать территорий? В 30-х годах XIX века из-за грызни за власть в Афганистане к делу подключилась Россия, помогавшая одной из сторон. Ну а Британия пошла дальше и попросту объявила войну Дост-Мухаммеду, который де юре был правителем Афганистана и другом России. Событие вошло в историю как первая британо-афганская война. Обладая численным и технологическим перевесом, англичане в 1839 взяли Кандагар и даже Кабул, на бумаге победив с помощью марионеточного афганца, которого решили сделать новым правителем. Ну, разумеется, марионеточным. Британцы по классическим чертежам начали скупать в Кабуле недвижимость, перевозить туда семьи и идти по пути колонизации. А когда победивший с помощью британцев Шуджа-Шах попросил их покинуть территорию страны, англичане только посмеялись. И в 1841 году получили полновесное восстание, что вылилось в позорные проигрыши и фактическое бегство британской группировки в Индию через год. На престол снова взошел Дост Мухаммед, пообещавший англичанам, что будет действовать в их интересах. Но во время восстания в Индии 1858 года Афганистан помогал борцам за независимость, чем обрек себя на вторую англо-афганскую войну. Она началась в 1878 году под формальным поводом сближения Афганистана с Россией. И закончилось примерно тем же самым. Англичане молниеносно заняли города, вроде бы победили и установили свою власть. И получили колоссальных масштабов партизанскую войну в ответ. В итоге в тысячный раз изменив правительство, которое снова пообещало действовать в британских интересах. 15 мая 1879 был подписан мир, согласно которому Афганистан фактически переходил под управление англичан. Которые, разумеется, как могли, настраивали его против России. В итоге многочисленные провокации вылились в комедийную битву в районе Кушки. В марте 1885-го 4700 афганцев под руководством британских офицеров напали на русский отряд количеством в 1800 человек. И, обладая огромным перевесом, бездарно проиграли, позорно бежав с поля боя. В итоге геополитические шахматы закончились тем, что Афганистан остался под контролем Британии. Но в 1895 году совместно с Россией был заключен договор о границах. Собственно, в этих границах Афганистан существует по сей день. Следующие 40 лет прошли под лозунгом окончательной исламизации населения и движений за независимость. Лишь чудом в стране удалось сохранить нейтралитет в Первой мировой, что в 1919-м вылилось в Третью англо-афганскую войну. Ее афганцы вроде бы проиграли, будучи разгромленные и на земле, и в воздухе. Но эффект Первой мировой дал о себе знать. Британии было тяжело контролировать огромные территории и постоянных партизан. Поэтому при заключении мира англичане все же признали независимость Афганистана, пусть и не окончательную. Эти 70 лет бесконечных войн двух стран стали следствием дикого желания Британии остановить господство России в Центральной Азии. Но в итоге буферную зону создать не получилось. А бедный Афганистан настолько привык находиться в состоянии вечной партизанской войны, что не может выйти из него до конца и по сей день. Правда, попытки были. В 1926 году Амануллах принял титул падишаха и установил в стране монархию. Велась постройка школ, правитель ездил с турне по Европе, желая стать членом международного сообщества. В 1925-м открыли первую автомобильную дорогу Кабул-Кандагар, что помогло промышленности. В 1928-м был представлен современный флаг. И вроде бы все шло хорошо, но разделение народа на сторонников британцев, пуштунов, любителей СССР и ненавистников монархии дало о себе знать. Началась гражданская война, и нестабильность закончилась лишь в 1933-м, с приходом к власти Захиршаха. Страна оставалась монархией и в следующие 40 лет почувствовала глоток стабильности. Во Второй мировой Афганистан снова умудрился быть нейтральным. Пусть Германия и мечтала направить его против СССР. Сразу после в стране начались либеральные реформы. Женщинам разрешили появляться на публике, поступать в университеты и даже работать. Экономика Афганистана пошла в гору, уровень грамотности населения неуклонно рос, а страну даже взяли в ООН и начали выдавать ей кредиты на постройку дорог и инфраструктуры. К сожалению, холодная война, как в старые добрые, дала о себе знать. С одной стороны, американцы пытались получать разрешение на разработку нефти и прочих ресурсов, а с другой, Афганистану помогал СССР, настроивший неприличное количество критически важных объектов и инфраструктуры. Аэропорт в Кабуле, из которого сейчас вывозят американцев, это как раз одна из построек СССР, завершенная в 1962 году. Также Советы подарили Афганистану ГЭС, речные порты и кучу заводов. В 1964 Афганистан даже провозгласил свободу слова и собраний, которая, по иронии, и погрузила его в темноту. Ибо в этом же году была образована Коммунистическая партия. Она выйдет на сыну чуть позже. Но до этого, в 1973 Мухаммед Дауд сбросит монархический режим и провозгласит Афганистан республикой. По иронии, республиканский Афганистан стал гораздо более авторитарным. А заявления Дауда о неприсоединении к военным пактам и заигрывания с США вызвали недовольство Советов, вложивших слишком много в модернизацию страны. Дошло до того, что Дауд обратился за помощью к иранской разведке с целью искоренить коммунистическое влияние в Афганистане. Это нравилось Западу, но реакцию СССР предугадать несложно. По странному совпадению, режим Дауда был свергнут коммунистическим восстанием. И его лидер Нур Тараки вроде бы продолжил линию независимости Афганистана. Но заключился с СССР договор о мире и провозгласил курс на модернизацию страны и ликвидацию отставания от мира. Что встретило ярое негодование исламских консерваторов и де-факто начало очередную гражданскую войну. Ее лидером стал Хафизулла Амин, бывший союзник Тараки и демократической партии Афганистана. Он начал настоящий террор всех без разбора. Под раздачу попали что исламские консерваторы, что коммунисты, ранее поддерживавшие Тараки. Страна рисковала свалиться в хаос. И что было дальше, вы знаете. СССР ввел войска в Афганистан с целью предотвращения беспорядков и откалывания страны из списка дружественных. Причинам ходу боевых действий и последствиям на нашем канале посвящен отдельный ролик, который мы добавим в описании. Но если вкратце Амина удалось свергнуть, и ситуация вышла такой, что городские районы в целом контролировались советами и демократической партией. А сельские, коих большинство повстанцами. Важно понимать, что никаким талибанам тогда еще и не пахло. Пахло только саудовским исламистам Осамой Бен Ладеном, который в 1984 году выступал на стороне противников СССР, которым Британия, США и их союзники поставляли немыслимое количество вооружений. По современным подсчетам, у Запада ушло 40 миллиардов долларов на поддержку маджахедов-повстанцев. Разумеется, изначально, что Аль-Каида, основанная в 1988-м, что повстанцы ставили священной целью победу над СССР. Но Советы буквально через год из Афганистана ушли, оставив на месте режим Мохаммада на Джабулы, который без СССР продержался солидный по меркам страны три года. Лишь в 1992-м маджахеды и сочувствующие им силы взяли Кабулу. Важно понимать, что главное, что царило в умах простых жителей, усталость от внешнего управления. Поэтому народ в целом видел пришедших к власти ребят борцами за независимость. Первым делом новое правительство Себгатола Маджадедди отменило все либеральные законы, противоречащие исламу. Университеты закрыли женщин, прикрыли паранджой, а страну нарекли исламским государством Афганистан. Почти сразу должность президента выдали Бурхануддину Раббани. И вкратце охарактеризовать его правление можно как хаос. Ибо победив, маджахеды вернули в Афганистан средние века, превратив его в феодально раздробленное государство. В каждой области правил отдельный лидер, что привело к двум событиям. Во-первых, к появлению на свет в 1995 году запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Талибан». Поддержку ей оказывали Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты. И обладая такой силой, «Талибан» в 1996 взял Кабул, провозгласив превращение страны в «Исламский Эмират Афганистан». Учитывая горы и оружие, оставленные США и союзниками в прошлом по всей стране, с военной составляющей у «Талибов» все было в порядке. Но не с политической, ибо те же США и почти все страны мира признавать власть «Талибана» отказались. То же самое было и внутри страны, ибо почти все основные противники «Талибов» забыли про старые распри и основали на севере страны Северный Альянс, который фактически являлся отдельным государством и существовал вплоть до 2001-го, когда после событий 11 сентября руководство США вторглось в Афганистан с целью свержения «Талибов». Северному Альянсу была оказана масштабная помощь. Уже 13 ноября пал Кабул, а менее чем через месяц Кандагар. Власть «Талибов» свергли, но отдавать ее Северному Альянсу не стали. Вместо этого к власти вернули пуштунов и провозгласили продолжение афганской государственности, начатое пуштунами несколько веков назад. Был создан парламент, в который в основном попали моджахеды, в свое время помогавшие США в борьбе против СССР. Стала ли жизнь простых афганцев легче? Хм, сложно сказать. Боевые действия продолжались, ибо международное сообщество охотилось за «Талибами». С другой стороны, под руководством установленного США правительства объемы наркоторговли невероятно увеличились. А простой народ, как и 150 лет назад, во время англо-афганских войн, начал уставать от фактически внешнего управления. В 2012 году президент Афганистана потребовал от США уйти из страны и вернуться на свои базы. Требование плюс-минус было выполнено, ибо в 2013-м Афганистану передали управление над армией, а в 2014-м НАТО официально закончило свою миссию в стране. Правда, США от планов полного вывода войск отказались, оставив консультантов и базы. Половинчатые меры и привели к той ситуации, что складывается сейчас. Американцы то заключали с «Талибаном мир», то отказывались от договоров. Но придя к власти, Джо Байден пообещал уйти из Афганистана к 11 сентября. Дальнейшее вы знаете. На фоне эвакуации, больше похожей на бегство, «Талибан» перехватил власть в стране. Ибо, с одной стороны, американцы иногда даже не говорили афганским союзникам об уходе и делали это по-английски, а со второй, уставшая от внешнего управления страна в некоторых городах талибам даже не оказывала сопротивления. К чему приведет эта ситуация? Кто здесь хороший, а кто плохой? Это уже вопросы политики и не наше дело. Наше дело познакомить вас с историей Афганистана, что мы и сделали. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok